Советский Союз Советский Союз Согласно советской идеологии, каждый должен был заниматься общественно полезной работой на благо государства. Было очень мало возможностей для частной деятельности, а тех, кто работал неофициально, называли двуличными и подвергали всеобщему порицанию и разным наказаниям. Те же, кто работал на государство, не только были в почете, но также пользовались различными благами и привилегиями. В каком-то смысле это было соперничество предприятий и рабочих. Согласно советской идеологии представила на то, что... ...объяснить все аспекты жизни с научной точки зрения. Другие идеологии она считала ошибочными, выступая также против религии и верующих. Религиозные праздники заменили советскими традициями, а роль религии старались уменьшить и нивелировать. В повседневной жизни о советской идеологии напоминали плакаты на стенах зданий, посвященные коммунизму, красные уголки в общественных учреждениях, а также специально подготовленные сюжеты в киножурналах. Важное место также отводилось культуре, которая облачала идеологическое содержание в художественную форму. Субтитры создавал DimaTorzok